Золотой хлеб Талантливые люди. Люди, которые благодаря своему труду и таланту добиваются выдающихся успехов на благо своей родины. Но по какой бы из тысячи дорог они ни шли, начало одно. На краю родного села, на пороге родной школы. Зуфар Абдулович Салахов. Директор Новочечкабской школы. Одной из обычных сельских школ, каких у нас много. Новочечкабской школе уже 86 лет. Правда, в 2002 году она получила новый современный наряд и обрела вторую молодость. Как и большинство сельских школ, она небольшая. Это создает в ней особенно теплую, семейную атмосферу. Учатся здесь ребята не только из новых Чечкабов, а еще и из трех соседних деревень. Это норма для сельских школ, которых в республике в два раза больше, чем городских. Знаете ли вы, что сейчас в Татарстане насчитывается порядка 1700 сельских школ? В них обучается 116 тысяч детей. Треть всех школьников республики. Все эти мальчишки и девчонки – будущее села. Его процветание невозможно без сельского хозяйства. Чтобы оно было сильным, нужны инвестиции. Но самое главное – талантливые и хорошо подготовленные кадры. Это очень хорошо понимают в Татфондбанке, имя которого известно в сельской местности всем. С 2000 года он является уполномоченным банком правительства Татарстана по финансированию сельского хозяйства. Банк стал одним из первых крупных инвесторов, которые изменили облик нашего сельского хозяйства. Перевели его на новый, современный уклад. Знаете ли вы, что на долю клиентов Татфондбанка приходится 25% собираемого в Татарстане урожая зерновых, 68% урожая сахарной свеклы, а также 30% яиц, производимых в республике? Благодаря поддержке Татфондбанка модернизируется оборудование, строятся новые производства, закупается современная техника. Пройдет совсем немного времени, и все это перейдет в руки следующего поколения, которое готовится к этому уже сейчас. Несмотря на то, что вся страна переживает трудный финансовый год, кризис, и даже при этой сложной ситуации Татфондбанк нашей республики вышел инициативой уникальным социальным проектом, который бы даже, скажем, самому Татфондбанку непосредственно отношения как бы и не имеет. Это, во-первых, меня приятно удивляет, и я очень благодарен тому, что еще этот проект, он ориентирован на сельских детей. И, конечно, будущее нашей республики, его успешное будущее, и связан с новым, более талантливым нашим поколением. Кому, как не деревенским ребятам, знать истинное значение и цену хлеба? Например, в новых Чичкабах ученики с сельским хозяйством знакомятся прямо в школе. И это нисколько не мешает их успехам в учебе. Смена растет достойная. Несмотря на трудности, ежегодно десятки учащихся сельских школ побеждают на республиканских и даже на всероссийских предметных олимпиадах и научных конференциях. В последние годы в республике построено очень много хороших современных школ, но, к сожалению, большинство из них, конечно, приходится на наши крупные города. И в этом смысле село и сельские детишки, они оказались отделенными. И вот акция Татфондбанка как раз вот этот недостаток на систему образования очень эффективно компенсирует. Поднять престиж хорошей учебы, поддержать талантливых ребят и вдохновить их на новые достижения – цель акции «100 талантливых детей села». Акции, которую организовал Татфондбанк при содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия и Министерства образования и науки Татарстана. Акция проходит первый год, но уже получила мощный отклик. 350 ребят подали заявки на участие в ней. Важная задача акции – поддержать не только детей, но и тех, кто своим трудом делает их успехи возможными – сельских учителей. Учителя-победители акции «100 талантливых детей села» стали своим ученикам настоящими наставниками. Зуфар Абдулович не только директор школы, но еще и преподаватель физики и астрономии. Сразу два его ученика вошли в число стипендиатов Татфондбанка. Вот мы за последние 13-14 лет по району занимаем первое место по предметным олимпиадам. У нас, вышавшиеся по результатам республиканских и российских олимпиад, поступает физфак КГУ без экзамена. Татарстан – земля одаренных людей. Из одаренных детей вырастут одаренные взрослые. Надо только помочь им в этом. Помочь сделать первые самостоятельные шаги по дороге жизни, которая начинается здесь, на пороге школы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова